Дизайнер Артемий Лебедев отреагировал на предложение Марии Захаровой, официального представителя МИДа, взяться за разработку нового баннера для Министерства иностранных дел России. Баннер это задник, на фоне которого блещут международные дипломатии сотрудники дома на Смоленской Синой. Накануне Лебедев в своем блоге проехался по заднику российского МИДа, назвав это все творчество колхозом, который у нас традиционный. Мол, вместо гордости за страну испытываешь только стыд, что дизайнерами работают буфетчицы из организации. А не остался незамеченным этот комментарий в МИДе. Захарова, официальный представитель, в своем фейсбуке отреагировала. Это голубое наследие – подарок из десятилетнего прошлого. Отношусь к нему практически так же, как и Лебедев, только немного цензурнее. С момента прихода на должность директора ДИП пытаюсь эту красоту поменять. Но проблемы две. Первая – бюджет. Честно говоря, сейчас не до фейерверков. Вторая – та, о которой говорил Лебедев. А именно отсутствие профессионального подхода у тех, кто берется за подобную работу. Завернуло уже несколько проектов. Артемий, не возьметесь? А вот он взял и согласился. Говорит, что за честь ему сделать эту работу. Надо отметить, что проехался дизайнер не только по российскому МИДу. Вот так, собственно, выглядит баннер вместе с Марией Захаровой. Но и американцев. Традиционно все, как бы так, для эфира не очень удачно со стилем. Живые декорации 80-х – это вот задний госдеп американского как раз-таки. Европейские и японские дизайнеры, мягко говоря, опять же, эфирным выражением не вдохновились бы. У китайцев тоже сомнительный очень дизайн, по мнению Лебедева. Спикер вообще выступает как будто бы из гроба. Вот такая традиционная трибуна, кстати, знаменитая еще и в советских временах. А вот вон самый нормальный задник, считает Лебедев. Простой, понятный, фотогеничный, функциональный. Вот вы видите, какой он лаконичный. Собственно, исходя из логики Лебедева и отталкиваясь от тех водных, что есть у МИДа, это герб и логотип, мы с нашим гениальным дизайнером Игорем предположили, как бы мог выглядеть баннер Министерства иностранных дел. Ну, похож даже на ООНовский, да, такой сдержанный, лаконичный, ничего лишнего, никаких ярких тонов. И вот заодно представили сразу же, как бы Мария Захарова на нем выглядела. Ну, наверное, уже не такой колхоз, как показалось Артемию Лебедеву. А насколько уместен такой вариант задника, спросим у Павла Родькина, графического дизайнера, эксперта по брендингу, визуальным коммуникациям. Он с нами выходит на прямую связь. Я вас приветствую. Скажите, пожалуйста, как вам наш вариант задника для Министерства иностранных дел? Здравствуйте. Ну, вы знаете, вариант задника на самом деле может быть любым. Главное, чтобы он выполнял определенные функции. Вот, поэтому, на мой взгляд, вообще немножечко разговор между Артемием Лебедевым и Марией Захаровой зашел изначально не совсем правильную плоскость. Да, вопрос не в том, нравится этот задник или не нравится, да, не в том, не в субъективных его оценках, а в том, выполняет ли он функции презентации спикера, причем презентации в медиа. То есть, насколько фото и телегинично на этом заднике будет смотреться тот или иной представитель МИДа или тот или иной... Павел, ну, предположите тогда, что должно быть на этом заднике, на этом баннере, чтобы не выбивалось ничего лишнего и чтобы был только спикер и на него было только внимание. Ну, если конструктивно критиковать существующий баннер МИДа России, то здесь следует сказать самое такое уязвимое его звено в нынешней версии. Слишком крупные элементы логотипа и герба МИДовского, которые забивают с собой, заслоняют спикера. Вот их нужно как раз масштабировать, нужно просчитать ритмику всех вот этих вот элементов, чтобы, с одной стороны, они не заслоняли, не выходили на первый план, не забивали спикера, но вместе с тем были заметным элементом. И я бы вот согласился, что задник ООН в этом отношении действительно самый гармоничный, самый сбалансированный вариант. Ну, я поэтому думаю, что наш вариант с дизайнером Лайфа Игорем тоже будет весьма успешный, если, возможно, режиссеру еще раз покажем. Вот такой сдержанный, концептуальный, лаконичный, ничего лишнего, и спикер виден, и на него все внимание. Ну, посмотрим. Благодарю вас, Павел Ротикин, графический дизайнер, эксперт по брендингу и визуальным коммуникациям, был с нами на прямой связи. Мы предполагали, какой же может быть новый задник у МИДа. Но что, собственно, он творит? Дизайнерские решения Артемия Лебедева не раз становились предметом громких обсуждений. И все из-за того, что уж слишком попахивает плагиатом. Вот смотрите, самые яркие примеры полета фантазии дизайнера. Вот студия Лебедева представила лого Ярославля. Казалось бы, краткость, лаконичность и современный стиль – отличная идея. Вот только если бы эта идея уже не встречалась как минимум в трех. Мы тут даже взяли просто один логотип. Смотрите, вот такое сходство с логотипом американского бренда «Ап энд Ап». Есть еще на упаковке сыра явно такая же стрелочка. Или на микстуре от кашля тоже был похожий логотип Ярославля. И вот даже невооруженным глазом можно увидеть невероятное сходство лого британской газеты «Гардиан» и творение Артемия Лебедева для российского интернет-портала «Газета». Дальше больше. Отдельная история с ребрендингом логотипом московского метрополитена. Посмотрите, какие колоссальные произошли перемены после вмешательства Артемия Лебедева в его творческой студии. До и после. Прямо совершенно другой взгляд. Депутаты Госдумы даже попросили генпрокуратуру проверить слесообразность этого ребрендинга. Стоимость этого обновления стоила бюджету 232 миллиона рублей. Парламентарии негодовали, что за эти деньги можно было создать целый институт, выдумать новый язык. Но глава департамента транспорта столицы Лексутов тогда заявил, что проект Лебедева был сделан за символически один рубль. А вот остальное пошло на создание системы управления качеством обслуживания в транспорте и навигации. Ну, в общем, на дело. Но вот, к слову, однажды Артемий Лебедев все-таки официально признался в плагиате. Логотип для проекта «Воркплейс» Евгения Волкова оказался копией работы нью-йоркского бренд-агентства для детского кафе. Артемий Лебедев признал, что работа в студии не оригинальна и сообщил, что уволил дизайнера в течение одной минуты. Интересно, какое же вознаграждение получили дизайнеры студии за лого метро или Ярославля. Но остается только надеяться, что новая работа Артемия, баннер МИДа, все-таки сможет нас удивить.